И вполне можно конкурс STEM как бы на двоих разделить, и потому... Впрочем, смотрим. STEM, Пятигорск. Новый год, весёлый семейный праздник. Итак, 31 декабря, обычная российская семья, каких миллионы? Пап, а почему ёлка зелёная? Молодец. Задавай умные вопросы, получай умные ответы, чтобы вырасти и стать таким же умным, как кто? Как папа. Пип! Пап, а почему ёлка зелёная? Молодец. Повторение, мать учения. Загрузил, поумнел. Молодец. Пап, а почему тебя не было семь лет? Потому что папа был где? В Сибири, где тренировался валить ёлочки для кого? Для сына. Пап, а почему ты маме на Новый год подарил только один правый сапог? Ну, папа не виноват, что на витрине в магазине стоит только правый сапог. Скоро, да... Скоро папа достанет маме ещё один правый сапог. Ноговая мама молода, изменит направление. Слоника. Пап, а сколько мне лет? Тебе вот лет. Ну, мне же больше. Молодец, подметил. Но с годами у папы на руках больше пальцев не становится. А носки наш папа снимать что не любит. Пап, а почему все говорят, что я похож на тебя? А когда я отражаюсь в ёлочной игрушке, то я похож на маму. Молодец. Задавай глупые вопросы, получай умные ответы. Папа тебя не бросит. Папа не бросил пить, не бросил курить. Пить тебя не бросит. Папа всех вас любит. И тебя, и пить, и курить всех. Папа, а что такое презервативы? Вот. Вот если бы папа знал ответ на этот вопрос, то мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Папа, а сколько ты зарабатываешь? Молодец. Дец как мало. Папа, а почему ёлка зелёная? Молодец, настырный, получи ответ. Видишь, на небе семь звёздочек, это медведица. А видишь, там восемь, это медведь. Папа ответил на твой вопрос? Нет. Зато папа пошутил. Пап, а помнишь, ты обещал мне сходить в зоопарк? Папа обещал, папа сходил. Папа, а почему у меня ухо два, а рот один? Понимаю, твоё недовольство. Кстати, где ты? Пап, а ты в школе дрался? Конечно, дрался. А ты всех побил? Конечно, всех. А можно тебя попросить, чтобы ты больше не приходил к нам в школу? Молодой ещё, папе такие вопросы задавать. Пап, а почему ты ходишь в сауну с друзьями каждую неделю, когда можно и дома помыться? Молодец, папа так и делает. Ходит с друзьями в сауну, а моется дома. Папа, а ты в армии был? Ответ на этот вопрос найдёт только внимательный сын. Посмотри, как папа твёрдо и уверенно стоит на табуретке. Разве можно с таким плоскостопием быть в армии? Конечно, ну конечно, ну конечно, да, сказал военком, и папа устремился. Пап, а кто президент России? Ну, сынок, стыдно не знать. Пап, что с тобой? Стыдно. Пап, а когда мы пойдём домой? Мне уже холодно. Молодец. Подожди немного, сейчас папа нарядит ёлочку, потом срубим её и уже наряженную понесём домой. Пап, а почему здесь на стене написано Суслов, Каменев, Кру? Молодец. Но только тихо. Потому что если будешь громко, то папа не будет ещё 7 лет. А если всплывут правые сапоги, то возможно и 9. Пап, а что это за звуки? Это люди, они идут праздновать, пойдём и мы. А до метро далеко? Мало времени. Молодцы. А мы с вами наблюдаем за кодом. Каждый год 20 октября В деревне Горбунки ждали змея Горыныча. И сегодня на нашей площади Пенные вечеринки в кельях Кулачные баи на ножах Специально за баней Весь день для вас работает река Добро пожаловать на славянскую Ибицу! И право перерезать горло праздничному козлу Было доверено дочке воеводы Наталье Водяновой Тащить козла! Богатырская наша сила Сила духа Кто такой? Богатырь я! Ваше резюме? Вот А почему ничего не написано? Ну правильно, отсидел с чистого листа жизнь начинаю. Ваши подвиги? Только один. Посмотрите, что я сделал с челюстью Кощея. Молодец! Наш человек! Батенька, а это вы до вчера с голыми бабами в пруду укупались? Акстить, Малахольна, я их крестил. Да что ж за праздник-то у нас такой? Да без песни! Эх, желание гостя закон. Стоит машина на опуще, Стоит мангал вокруг очки, И все смеются, Да без причины У всех ребят расширены зрачки. Хватит! А то свиной гриб прихватит. Твои дочери! Акстить, жена и бабка! Шучу, мои-майди! А че вы мимо меня проходите, товарищ? А вы мне еще в стеме не понравились. Сударыня! Ты с ней поаккуратней. Она английскую школу закончила. О! I want sex with you on the table. Excuse me? О, sorry, sorry. My English is very bad. Слушай, а как сказать ей, Что я хочу заняться любовью с ней на столе? Купи словарь! Кстати, по этому поводу Есть замечательная песня о словаре Даля. Ой, я пел такую песню. И я пел. А сейчас я спою. Даль обмывает свой словарь В типографической столовой Значение слов овца и тварь В столовой слышится по новой. Че услышу? Что слышишь? Крот дюймовочку бьет. А еще что слышишь? Змей Горинч идет. Ладис и джентльмэнс! Встречайте! Выс-и-и-с Змей Горинч! Всем зеленам шампанского перед кончиной! Кто это? Поганое чудовище! Так оно же вчера на дне гордо выступало. Дур этот жгурда был! Добро пожаловать, дорогая рептилия! А че, Змей Горинч, у вас не три головы? Это потому, что вы меня в первый раз трезвыми видите. Че-то я проголодался. Я вот, пожалуй, вот эту зеленую съем, а то я вегетарианец сегодня. А о новостях спросить не хотите в нашем селе? А какие новости у вас? Жена Всеволода Большое Гнездо фамилию мужа брать не хочет. Говорит, я Ольга Елисеева, зачем мне этот кошмар? Ну, я продолжу свою трапезу. Ну, богатырь, осознал фронт работы? Что делать-то будешь? Да, думаю, в забой уйти. Ой, там так хорошо. У меня там тесть живет. Ну, богатырюша, приступай к своим прямым обязанностям. Эй, флюорография с ручками! Иди сюда! Маринуйся, помаринуйся пока. Что ты сказал? Да перестань ты! Ну, я ж как лучше хотела! Ну, все! Катырская наша сила! Сила духа! А что, его так можно было убить? А мы с наследие цо ищем. Господа, ну как-то не гоже музыкалку макрухой заканчивать. Водя, на унеси, Архис. Ну, что делать с ним будем? А давайте мы ему денег дадим, пускай убирается во своясе. Вот так вот, дорогие друзья, добро побеждает зло при правильном финансировании. А теперь песня! Опять песня! Не виновата я, он сам был пришел! Мы в этой песне хотели Проверь про все города, В которых родились мы. У-у-у-у-у-у! Гарбунки, гарбунки! У-у-у-у-у-у! Страненок, страненок! В север от Винске, В Санкт-Петербурге, В поселке Тракинском живем! О-о-о-о-о! Ла-ла-ла-ла-лай-лай-лай! Ступинок! О-о-о-о! Ла-ла-ла-лай-лай-лай! И Москва! Новый Гаодрамус, станция спортивная, Москва В отличие от других команд, мы решили не подходить к гимну студентов поверхностно Мы решили копнуть глубже Итак, музыка семидесятых, костюмы восьмидесятых, парни девяностых Исполнение оптимистическое Я учился в восемь лет на экономиста Аспирант, почти доцент, вуз окончил чисто Мир финансов для меня, книга была открытая Кризис грянул и теперь угадайте, кто я Грузчик, грузчик, парень работящий Грузчик, грузчик, брюк кладет и тащит Все, кто может деньги правильно посчитать Грузчикам, конечно, детстве мечтали стать Стать я физиком решил после старших классов Знал, как силу приложить, сколько нужно массы Знал, как тело поднимать, чтоб росла энергия Пригодились навыки, угадайте, кто я Грузчик, грузчик, парень работящий Грузчик, грузчик, брюк кладет и тащит Всех, кто науку хочет до конца познать Грузчикам, конечно, сразу мечтает стать Я учился в ПТУ, на специальность грузчик Обучался там семь лет, чтоб водить погрузчик И исполнилась мечта, самая заветная Ведь работаю теперь, угадайте, кем я Главный грузчик, парень работящий Главный грузчик, брюк кладет и тащит Знаете, главный грузчик может слова сказать После которых каждый закончит поразгружать Не училась я нигде, да и не хотела С детских лет мечтала выйти за миллионера Олигарх не встретился, хоть я и красивая И теперь живу одна, угадайте, кто я Просто тёлка без образования Просто тёлка не имеет звания Девушки, которых не взяли в институт Весела и здорово с грузчиками живут Мы провели, как смогли, им студентов дружно Песня близится к концу, закругляться нужно Но уйти вот просто так мы никак не можем Потому что закрепить зритель с нами должен Грузчик, грузчик, парень работящий Грузчик, 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 брюк плавёт и тащит Если бы не грузчик, люди поверят весель Жили бы гораздо менее веселее Правда огня, 화�омная Давай, давай, давай Давай, давай, давай Давай, 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 давай Игра, мне тебя Егра Ид parlится Серыми дучами небо затянуто Нервы гитарной струною натянуты Дождь барабанит с утра и до вечера. А как дела в вашей сборной? Вот, на фестиваль приехали. Ну здорово. Вообще здорово, что на фестиваль приехали только те, у кого уже есть Кевин. Я вот тоже думаю ввести закон, по которому баллотироваться в президенты России. Могут только те, кто уже был президентом. Я вообще за любые инновации. Я вот, например, считаю, что экономика страны может и должна строиться не только вокруг углеводородов. И Латвия тому яркий пример. Пусть неудачный, но яркий пример. Дмитрий Анатольевич, а как вам вообще на фестивале? Да отлично, Дмитрий Юрьевич. Это уникальный шанс увидеть выпускников КВН разных лет. И в этом смысле фестиваль напоминает мне такой один большой веселый вечер встречи выпускников. А вы знаете, как я люблю подобные мероприятия. И для того, чтобы передать атмосферу этого вечера телезрителям, ребят, поможете? Конечно, Дмитрий Анатольевич, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы же в интернете видели только начало вечера. Там потом такое началось. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Удачи, ребят! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В поисках Атлантиды можно заплыть на самые неведомые глубины. Команда город Пятигорск представляет сказку «Русалочка». Морской дьявол! Морской дьявол! Да, русалка я! Русалкой быть, как эта участь тяжела, Тяжелой быть русалкой ноша небосильная. Мужчины видят лишь, что я наполовину чешуя, Но килограмм на пятьдесят я все же женщина. Где же ты, любимый принц мой? Помогите! Тонул! Вот он, мужчина моей мечты. Вот он, ребята! Мужик! Мужик здоровенный! Наконец-то ты очнулся, принц. Я так долго тебя ждала. Купидон! Тихо, тихо, тихо. Спокойно, не двигаемся. Тихо. Беги, мужик, потом отблагодаришь. Морской дьявол! Я найду тебя, принц! И тебя, Купидон! Ну, чё ты орёшь? Привет, ведьма. Привет на себя, посмотри. Послушай, мне очень-очень нужны ноги. Ой, ну есть у меня ноги, Но взамен тебе придётся отдать мне свой голос. А как же я пойду голосовать на выборы? Я социально-активная русалка. Я чё, тебе ногу в урну буду сувать, что ли, а? Ну, хорошо, тогда тысяча долларов. Сколько? Да ну их знаешь куда. А с установкой полторы. Ты опять? Слушай, вот меня эти дайверы веселят, а? Честно говоря. А как тебе ведьма на ладошке, а? Это кто? Андрюха Макаревич. Хочешь, прикол покажу? Да ладно, ладно, ладно. Ты б мне хоть эту фотографию привёз. Я говорю, хоть эту фотографию бы принёс. Ладно, Андрюха, давай, до встречи. Не стоит прогибаться под изменчивый вес. Вот, ну и всё, он прогнился под нас. Теперь с тобой. Ноги придержи, деньги я найду. Ша. Здравствуйте. Я слышал, вам нужны деньги? Да. Но взамен мне нужен ваш голос. Вы что, сговорили, что ли, все, а? Вы кто? Я Михаил Прохоров. А зачем вам деньги? Я хочу сделать ноги, стать красивой и завоевать сердце принца. На что вы надеетесь, русалка? А вы на что, Прохоров? В итоге, мужика нет, денег нет, я толстая. Как бы на моём месте поступил человек. Дельфин русалку полюбил, глубоко трепет на любовью. Дельфин русалку полюбил, дельфин русалку полюбил. Ну что, нашла деньги? Не нашла я ничего. Ты что, пьяная, что ли? Да я пиво с рыбой пила. Не, я-то ещё ничего, рыба в хлам вообще. Ну что ты убиваешься вообще? Что убиваться? Зачем тебе вообще принц? Что ты себе в море никого не найдёшь, что ли? Со мной морской тюлень живёт по принуждению. Приходит он ко мне по моему хотенью. Стирает, убирает, постель мне заправляет. Жизнь показала, что тюлень олень. А мне, мне нужен настоящий мужчина, понимаешь? Да посмотри ты на себя, русалка. Тебе нужен русал. Точно, русал. Ну вот. Русский алюминий, контрольный пакет акций. Это ж у меня столько бабла будет. Все принцы мои, мамни горюй. Руся, ты хордовая, честное слово. Слушай, я тебя очень прошу, дай мне ноги. Ну нет уже. Остались только вон левая 36-го, правая 42-го размера. А как это? Сборная России по футболу приходила. Все ноги разобрали. Я им главное говорю, ребята, меряйте, меряйте. Нет, похватали, побежали. Довольные. Ну я не знаю, ну давай хотя бы эти. Ох, русалка, как ведьма я тебя, конечно, ненавижу, но как баба понимаю. Бери. Ну что, как? Ой, ничего, слушай, удобно, да. Сейчас соберись. Ага. Грудь вперед. Ага. Плечи назад. Ну? Подбородок приподнятый, взгляд акулы перед броском и от бедра. Пошла теперь одна. Пошла, пошла. Вот так, нормально? Нормально. Вот хорошо, а? Принц, я иду к тебе. Суша, два часа спустя, полицейский участок. Где вы работаете? Я принц. Принцы не работают. Слышь, Петрович, ты походу принц. С вами фамилия, имя, отчество? Русалка Атлантида Тритоновна. Зачем вы топили потерпевшего? Я его не топила, а его хотела с родителями познакомить. Вы кто? Купидон. Зачем вам лук и стрелы? В людей стрелять. Слышь, Петрович, ты походу еще и Купидон. Что вы делали в 4 утра на набережной? Ну, я же вам уже говорил. Занимался любовью. Я имею в виду до нападения. Целовались мы. Неправда. Я б тебя в жизни не поцеловал. У тебя усы. Это у меня от бабушки, а она у меня сом. Да как ты не поймешь? Не люблю я тебя. Ну, мужчины, ну что вы за народ-то такой, а? Если у женщины усы и хвост, ну что, ее теперь не любить? А мы, между прочим, ради вас и в огонь, и в воду, и на край света. Вот я ради тебя такой путь проделала. А ты мне говоришь, что не любишь. Вот что, скажи мне, что мне теперь с этим делать? А? Я говорю, что мне теперь с этим делать, а? Так, руселочка нашла свою любовь. Как и в нашей сказке в жизни не все блага. И бывает так, что не везет к любви. Только нам не нужен, слышишь, никому не нужен мир, за которым мы друг другу не нужны. А в канун Нового года наши женщины могут позволить себе немного расслабиться. А вот и наша мама пришла. Привет. Привет. Так, иди спать. Все, давай, давай, давай. Ну и где мы были? А, у тебя же корпоратив был. А я в конкурсах участвовала. И кто же выиграл? Ох. А что нам подарили? Потеряла. Потеряла. Ну а что не раздеваешься? Проходи. Ммм. Мы сейчас с девочками в караоке поедем. Ну а зачем заезжала? Котя. Что? Ты меня любишь? Да люблю я тебя, люблю. Спасибо, Миш. Не за что. Александр Пушной. Здравствуйте, друзья. Спасибо. Я, знаете, часто провожу эксперименты. Когда я провожу эксперименты с электричеством, я не могу вспомнить результаты. Так все-таки, ребята, чтобы играть на электрогитаре, нужно ли надевать резиновые перчатки? Александр, прошу повторяйте вопрос для Кирова. Нужно ли надевать? Да, если вы врач-гитарист. Сега Мега Драйв 16 бит. Сега Мега Драйв 16 бит. Ребят, вот играешь, когда 16-битную музыку, нужно ли надевать резиновые перчатки, когда играешь на электрогитаре? По вашей логике, когда играешь на пианино, надо надевать бахилы. Ну что, спасибо вам, Александр. И последний вопрос задает Гарри Харлава. Здравствуйте все. Я тут недавно женился. Буквально на днях. Я все еще в костюме. И не был дома. Вопрос такой. Женился я. Вообще жизнь поменялась. Посуда чистая, рубашки белоснежные. В холодильнике полный холодильник. Порядок идеальный. И самое главное, это я все своими руками. Сам, понимаете? Какие еще плюсы в семейной жизни? Минское море. А какие еще есть плюсы в семейной жизни? Ну теперь можно еще и стильную бородку отрасти. Да. Спасибо. А какие еще плюсы в семейной жизни? Перчатки не надо надевать, когда на гитаре играешь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потрясающе. Потрясающе. А вот кого я ждал. Вышная лига. Просто вот чемпион. АПЛОДИСМЕНТЫ Я это вижу, как после этой шутки Гусман просто под столом будет лежать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Оглушительный успех будет. А он лежит на самом деле. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы прощаемся с командами в конкурсе «Разминка в этом сезоне». Юбилею Леонида Гайдая посвящается по мотивам фильма «Кавказская пленница». Эту историю нам рассказал Шурик. Шурику Юлик, а Юлику сам Гайдай. Позже на основе этой истории Леонид Гайдай и снял свою легендарную комедию. А вот путанный пересказ Юлика лег в основу нашего повествования. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, «Кавказ. Наши дни». Товарищ Сааха, все хорошо. Она ждет. АПЛОДИСМЕНТЫ Шлаб с ними. Ага. Асэй! АПЛОДИСМЕНТЫ Э! Ты кого украл? Что страшно? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Товарищ Сааха! Ути-ути-ути-ути! Ты кого украл, я тебя спрашиваю? Эй! Что не нравится? Комсомолка! А, да? Вообще-то в Комсомол последний раз 25 лет назад принимали. Видимо, успела. Во-вторых, спортсменка. А ты ведь спорта не додумался уточнить? Ну, ты же сам говорил, вольница. Я говорил, свободная женщина. АПЛОДИСМЕНТЫ И, наконец, извини, конечно, но я просил просто красавицу. Слушай, обижаешь. Ты ее на татами видел? А как она поет? А ну, Нина, спой. То, что мы с девочками в строй отряде пели? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Че ты гонишь? Мусор шнягу, не по делу. И пугаешь под лоба букалы мой. А, как она? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я извиняюсь, а вы в этом вашем отряде что строили? Да что там строили, в основном валили. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не буду на ней женить. АПЛОДИСМЕНТЫ По закону гор обязан. Украл, женись. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня бы в паспорте уже страницы закончились. И вообще. Я буду плохой муж. Придется воспитать. Я буду много пить. Я буду помогать. Я буду изменять. Ха-ха. Тем слаще будет месть. Я не хочу детей. О, я не хочу детей. А дети уже есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Сапсабэй. Нина, у вас четверо детей? Как четверо? А где Хасик? Хасик. 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 Ни о какой свадьбе не может быть и речи. Ах так? Ну все. Сейчас начнется. До сервиза дошла. До кур дошла. До коров дошла. До Берлина дошла. АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно. Я согласен. Он согласен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А у нас для тебя подарок есть. Вот сережки на свадьбу наденешь. Ой, девчонки, спасибо. А что, не поломаны? Ну какие уши такие, сережки. Давай. Давай. Давай, пока. Наконец-таки, товарищ Саахов, мы остались с вами наедине. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стойте! До свадьбы не будет! Я слышал слово «свадьба»? Вы кто такой? Клиника предсвадебной пластической хирургии «Чик-чик» и «Чика». Кто невеста? Я так и думал. Какая должна быть? Не, ну тут все ясно. Тут минимум полгода надо. Э-э-э, нет. Торопиться не надо. Торопиться не надо. Год пять-десять я готов ждать. Слушай, а ты меня достал. Тоже мне, завидный жених. Можно подумать, я себе никого не найду. Ну, если честно, так можно подумать. Что? Да вы что, вообще что ли, а? Что случилось? Оль, что такое? Послушайте, уже третий сезон. Я играю каких-то монстров. Издеваюсь над людьми. Держу всех в страхе. А взаимности от мужчин добиваюсь силой. Все сидят, смеются. Господи. Господи, как же я поэтому соскочилась. Все праздники – это добрые события. Но венцом этой доброты является свадьба, где главный действующий персонаж – это мама. Алло, Тань, поздравь меня, я выхожу замуж. Так, а вот там, где обоина оторвалась, плакат повесьте. Дети, кто вас придумал, что вы стоите без дела, дуйте шары. А свадьба будет 12-го, 12-го, 12-го. 7-го, 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 10-го, 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 вот так мне ты уже вот здесь сидишь. Свадьба будет сегодня. Мама! Не благодари. Да как сегодня? Ты что, ничего не готова? Как это не готова? Мама все порешает. Мир не без добрых людей. Ага, ага, Ирка, да, 4, 4 будут, куда денутся, ага. Так, с ЗАГСом я договорилась, 4 часа пойдете, тетя Ира вас распишет. Шо только люди не сделают за палку колбасы, а? Мама, у меня даже девичника не было. Степа! Шо? Рубль подыми. Вот, стриптизер был, я подруга была, девичник удался. Мама! Не макай, Игорь, неси кольца. Как где? Где всегда? В серванте, в рюмке, да? Так, теперь с тобой. Ты там давай не пырхайся, не ерепенься. Что? Не знаю, мать должна какие-то напутственные слова дать. Мама, а где свадьба будет? Как где? В ласточке. В ласточке? Ты там свой юбилей отмечала. Да не волнуйся, там уже все восстановили. Гады, ненавижу. Поймай, руки поотрывай. Так, в чем дело? Кто-то опять все это барахло на мою машину повесил. Да ты посмотри, а четвертый раз машину разряжает. Ты понимаешь, у нас свадьба? А я тут при чем, женщина? Свадьба ваша, а бензовоз мой. Мама, бензовоз? Дочь, а шо было возле подъезда, то и нарядила. Не волнуйся, мама все порешает, только папу твоего найдет, а? Коля, пора си, где ты есть. Всю кровь мне выпил. Ипотеку взял и в кому впал, а я выплачивала. А почему в кому впал? Потому что я узнала, что он ипотеку взял. Коля! Пу, ты, блин, а! Коля, ты че, еще не одет? А музыка какая будет? Я не знаю, ты сама выбирай. Мне вот это нравится. Забыли. Что забыли? Покрестить тебя забыли. Детей вам надо сразу заводить. Мы пока не планировали. Мама все порешала. На первое время у Петровых Стасика возьмете. Ну что, девоньки, отправляюсь в поход я. Что привезти вам? Мне шелка. А мне цветочек, аренький. Вы что, издеваетесь? Я спрашиваю, что привезти вам? Мне шелка. А мне цветочек, аренький. То-то же. Вот видишь, дядя Валера раньше белке со 100 метров в глаз попадал. А сейчас она ему мздит. Ой, мам, слава богу, мой Павлик не пьет. Доча, какой Павлик? Сережа? Мам, какой Сережа? Мама все порешала. Сын депутата просто так на дороге не валяется. А я шла и подняла. Понятно? Едут, едут. Здрасте. Сын Оля. Мамаша, договоримся сразу. Я вас не трогаю, вы меня не трогайте. Ха, говорит, как твой папа в нашу первую брачную ночь. Катюша, хочу вам сразу сказать, я против этой свадьбы. Меня заставляет отец. А меня мама. Люди, добрые, свадьба будет в доме наше. Ой, господи, ну что, дети, бегите в ЗАГС. Мама, ты. А я что, а я за тортом или за тортом? Да я и то, и другое привезу. Давайте, бегите. Помню, как еще вчера прибежала ко мне однажды, грудь упала, плачет, а я же, мать, я с сердцем чую. Перегар. Хорошо, не убила. Да лучше б убила, сейчас начнется. Баба, дай, баба, ням-ням, баба, я все. Ой, поскорей бы внуки, а. Коля, паразит, я тебя когда-нибудь прибью, честное слово. Недавно Москву посетил Арнольд Шварценеггер, где встретился с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Итак, обычная улица Москвы, два инспектора ГИБДД в ожидании президентского кортежа. Машину убирай, я тебе говорю, вот сюда, давай убирай. Паркуйся, паркуйся, паркуйся. Давай, парковка 300 метров, давай уезжай отсюда. Коля, Кольенька, привет. Да это дед Митя, сосед мой. Дед, иди куда шел. Хорошо. Опа, пришел. Я же сюда шел. Дед Мит, сейчас Медведев с Арнольд Шварценеггером ехать будут. Да хоть Путин с Болаянгом. Я по делу пришел. Коль, если я твоего малого еще раз поймаю, ухо оторву. Зачем? Для симметрии. Так, дед Мит, иди домой. Коль, а что ты к нам в гости больше не заходишь? Я последний раз, когда приходил, у меня часы пропали. Пол шестого. Спасибо. Тебе спасибо. Я че пришел? Коль, а ну, смски мне удали. Ха, а че у тебя в отправленных кур украл, думаю, никто не заметит. Это шаблоны. О, я поздался. Это не ты. А не ты. Узнал меня? Нет. Как нет? Это я тебе только что палкой долбанул. Дед Мит, как ты с майором разговариваешь? Слушай, твой сосед? Давай убирай его отсюда. Все, уходи, не мешай, мы работаем. Как думаете, наши в 2012 году чемпионат Европы выиграют? Дед, а ты что, не в курсе? В 2012 году все, конец света. Вот и мне кажется, эти два события как-то взаимосвязаны. Кстати, знаете, вас сейчас переименовывают в полицию. Знаете, как вас народ будет называть? Пусара и пинты. Внимание всем постам. Если... О, сейчас важная информация, слушайте внимательно, не пропустите ничего. Важные вещи будут говорить, слушайте. Так что всем будь начеку. Услышали? Нет. Так, я не понял, это мне надо, что ли? А ну, давайте сконцентрируйтесь, слушайте, что говорят. Во время проезда кортежа всем обязательно... Тихо, 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 сейчас тихо, ничего не говори, слушай внимательно, что говорят, слушай, тихо. Иначе уволю. Услышали? Да как мы услышим, если ты постоянно говоришь свое тихо, тихо, вот сейчас внимательно, тихо. В следующий раз молчи. И самое главное... Вот сейчас молчи, молчи, ничего не говори, молчи. Ксат, Орлум. Блин, опять ничего не услышали. А я говорил тихо. Слушай, дед, иди домой. Да что ты такой нервный? У тебя с женщинами все нормально? Не жалуюсь. А зря, иногда надо выговориться. Так, дед Мит, все, уходи. Коль, что ты меня гонишь? Я, между прочим, помню, как ты еще голенький по двору бегал. Так а когда это было? Вчера. Ну, дед Мит. Мы с бабушкой твой перископчик еще помним. Так иди домой, твоя бабка уже, наверное, заждалась. Эх, померла моя бабка. Че ты врешь, я ее час назад в магазине видел. А, это жена моя, а бабка еще в 76-м году померла. Алло, дорогая, да, через полчаса особо будешь, приезжай, да. Девушка твоя? Да, да, приезжай, конечно. Скажи, ты бабушку возьмет? Да ты угомонишься когда-нибудь или нет? Че ты такой психованный? У тебя девушка есть? Да. Коль, а у тебя девушка есть? Есть. Выходит, зря на вас народ наговаривает? Вот, дед умный ты, иди давай домой. Конечно, умный, Коль, хочешь французскому научусь? Да какой французский? И че ты сказал? Я не знаю, я язык выучил, но слова не разделил еще. Вот если ты такой умный, че ты ученым не стал? Дурак ты, Коля, в России умные люди учеными не становятся. Минутная готовность. Че, дед, иди сейчас. Давай, дед, иди. Зача, вы меня гоните? Между прочим, это я Медведева президентом сделал. Это как? Голосовал за него. О, едут. А ну, Коль, тормози. А нормально? Ты че ты говоришь? Ты, ты куда ты? Сихуйка. О-хо-хо-хо! Конан Варвар! Привет! Дмитрий Анатольевич, здрасте. Здрасте, здрасте. Нет, ничего не надо, все нормально, у меня все пенсия хорошо, все нормально все. Я что хотел спросить, а кто будет следующим президентом России? А-а-а-а! 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 О-о-о! Все понял, все! Все понял! Давайте, мужички, удачи! Все, счастливо! И что он сказал? Че сказал, че сказал! I'll be back сказал! Кто? Медведев? Да нет, Шварценеггер! Так кто президентом станет? Поживем, увидим! А Медведев что сказал? Так и сказал, поживем, увидим, че! Друзья, все мы знаем миф о Ясоне и Золотом Руне. Но о том, что было после его возвращения, история умалчивает. Бабулай вернулся! Бабулай вернулся! Да что там я? Вон, Ясон вернулся! Ясон вернулся! Привет, люди! Привет, Ясон! Ну, рассказывайте, как дела? Мы не писали тебе, не хотели тебя расстраивать. Дождалась тебя, Медея. Медея. Ясон. Дорогая. Не льсти мне. Изменил тебя поход. Ну что ты на меня наезжаешь? Видишь, как люди рады моему приезду. Я тебе умоляю, они всегда реагируют на слова с такой интонацией. Вот смотри. Кошка сдохла! Кошка сдохла! Кошка сдохла! По домам! По домам! По домам! По домам! Тебя 20 лет не было. У тебя совесть есть, я два года без секса, а? Ищите, ищите друг друга, несмотря ни на что. Да спасибо, спасибо, нашелся уже. Что это такое? Это руно. Какое руно? Золотое органалты! Ты что, дурак? Ну ты же сама мне сказала, иди возвращайся с руном. С руном? Да я тебе говорила, без руна не возвращайся. А, ну значит, мы друг друга неправильно поняли. Ты мне лучше вот что скажи, изменяла мне? Когда ты за руном уехал, я повстречала мужика. Он к дому нашему подъехал, на Мерседесе СЛК. И я бегу к нему навстречу, а он бежит от меня прочь. Но все же я его догнала, и теперь у тебя дочь. Да как ты не поймешь, не могу я сидеть на одном месте. Понимаешь, я не чистый греб. У меня в крови цыгане, монголы, амфетамины. Мне нужно двигаться. Вот говорила мне мама, что ты кретин. Причем это твоя мама говорила. Ну куда ты? Афродита, богиня моя, именно тебе я и посвятил свой подвиг. Так, стоп. Кому ты посвятил свой подвиг? Здрасте. Здравствуйте. Сейчас я вам ноги ломать буду. Вообще-то я бессмертная и вечная. Ой, я же совсем забыла, она же бессмертная и вечная. Ну ничего, ты вечно хромать у меня будешь. А ты знаешь, что тебе за это Зевс сделает? Зевс! Моя золотая. Золотая органа! Да сиди ты. После того, как здесь меня молнией ударил, я два раза битву экстрасенсов выиграла. И вижу я, бежать тебе надо. Дорогая, я все объясню. Так вот, значит, кому ты посвящал свои подвиги? А я, как верная жена, восемь из двадцати тебя ждала. Все, ну успокойся. Ну что мне для тебя сделать? Я люблю тебя. Да слезь! Вот ты дурак, Ясон, и боги твои полудурки. Что ты сказала? Я сказала, боги полудурки. Послушай, женщина, в следующий раз... Что? Говори внятней. Видишь? Девочки! Белидея! Ну давай, показывай. Да что показывать, вон оно сидит. Слушай, ну хорош. Как звать, и болит? Тань, ты больная? Ясон, муж мой. Слушай, ну двадцать лет прошло, изменился, наверное. Да не, слава богу, идиотом был, идиотом остался. Что, не верите? О, гляньте. Кать, у тебя какое кольцо? Золотое. Золотое органалт! Ой, а я смотрю, он на тебя все на подвиги порвается. Ой, да порывается. Ясон на подвиги опять отправится. Жена с детьми опять одна останется. И на прощание я подзову его. Я обниму его, потом прижму его, приподниму его. От ран, полученных Ясон, скончается. На подвиги он собрался. Ой, не говори, за этими мужиками глаз да глаз. Слыхали? Прометей в забой ушел. Ага, то есть орла не стал дожидаться. Сам свою печень начал клевать. Постой, паровоз, не стучите колеса, канаду. Кентавр! Кто с тобой это сделал, боги? Бери выше, РЖД. Девочки, девочки. Вагунчик тронется, вагунчик тронется, вагунчик тронется. Так, в принципе, ничего. Просто в тамбуре накурино. Как человек-то я за, а как лошадь против. Да какая я теперь лошадь? Пойду я. На Олимп? Да не, я на Владивосток. Да они на этом Олимпе, чухотят, то и творят. Да я вообще слышала, что на самом деле всем правит Посейдон, а не Зевс. Да ты что? Ой, девочки, бог с ней, с этой политикой. Ну ладно, поздно уже, мы побежали. Пока, давай. Ну что, герой, ты меня еще и перед своими подругами позорить будешь? Все, мне это надоело, я ухожу от тебя. Ты уходишь к этой горгоне? Не, я к Афродитке. Ой, дети, идите сюда. Гляньте, что ваш папка учудил. Ах ты, паразит-то ты, кой. Ну, ма. Ма, конечно. Мать дура, мать плохая. Лаврик, ты пегасов покормил. Хватит! О, боги! Да когда же все это закончится? Вот видите, проходят года, столетия, а конфликт между мужчиной и женщиной не меняется. Ну, смотрит он футбол, пьет пиво, лежа на диване. Ну, подойди ты рядышком, присядь, подлей ему пивка. И вместе с ним закричи «Гол!». И ты не заметишь, как он будет рядом стоять с тобой на кухне и готовить с тобой вкусный обед. А вечером он пригласит тебя прогуляться по аллее. И вы вновь будете признаваться друг другу в любви. Добить их надо! Ну, или так. Да, так вернее. Говорят, если на Новый год загадать желание, то оно обязательно сбудется. Кто-то в это верит, кто-то нет. Давайте посмотрим. Ну, дорогая, все готово. Ну, и куда ты столько набрал? Ну, а гости придут угощать, не выкидывать же. Фух, успела. Мама? Так устала прям, такой снегопад на улице. Сначала самолет, потом метро, потом пешком. Мама прилетела. Я вижу, мама, а где метла? Ой, Ярослав, старыми анекдотами шутишь, а? Уже 12-й и до сих пор трезвый, молодец. А что вы сразу вот это вот делаете? Ярик, мама, давайте лучше шампанское пить. Ну, давайте. И пусть в этот Новый год сбудутся все наши самые сокровенные желания. Ну, все, пора мне. Куда, мам? Не знаю, что-то в Казахстан захотелось. Какое-то жгучее желание навсегда покинуть этот дом. И больше никогда не приезжай. Мама, останься. Сил моих нет. Так хочу в Казахстан. Вот, приеду, перепишу на вас все имущество, помру и буду тихонечко в аду гореть. До свидания. Мама! Ты смотри, сбылось, а? Что? Ничего, милая, ничего. Давай выпьем. С Новым годом. С Новым счастьем. Это что такое? Вот зараза, а! Что? Да теща загадала, чтоб я пить не мог. Видимо, сбылось, понимаешь? А-а-а. Так это ты маму спровадил. А кто же еще, любимая? Ой, а что это я тебе так быстро во всем признаюсь, а? А ты теперь всегда мне будешь говорить только правду. У меня ж тоже сбылось. А, сейчас. Итак, в эфире программа Детектор Лжи. Скажите, Ярослав, в прошлом году, когда вы ездили на конференцию в Самару... Да какая Самара? В Топсе я был с бабой... Ой! Так-так-так, а с какой? Ну, с Зинка, ты же ее знаешь. Да что ж такое-то? О-о-о! И что? Было у вас что-то? О-о-о-о! Придумал, а? Ничего-ничего, яблоко когда-нибудь закончится, ты мне все расскажешь? Да, ну все хорошо. Мама? Рейс отменили. Так устала. Но отдыхать некогда, мне надо в Казахстан. Так рейс же отменили. А я пешком. Через лес. И пусть меня там волки сидят, дуру неадекватную. До свидания. Ну, мама! Ой, хоть одну радость. Ладно, я тоже пойду. А ты-то куда? Я к Зинке, якобы за солью. Ты же мое! Что ж такое-то, а? Водички хоть горло промочи. Промочи, промочи. Я что, и воду не могу пить, что ли? Я что, все пить бросил, а? Мама, вы когда желание формулируете, можете нормально формулировать свое желание. Я же теперь сдохну от обезвоживания. Тьфу, ты че? Самолеты не летают. Поезда не ездят. Дорога замело. А я пошла. Куда? Ничего ж не ходит. Фасольство Казахстан. Хоть на родной территории переночую. До свидания. Мама. Пока. Вот смотри, что ты наделала. Все, уйду я от тебя, бабник. Пойду вещи собирать. Кстати, а где мое кружевное белье, которое ты мне подарила, оно мне еще не подошло? Так оно, Зинке, знаешь, как подошло? Вот ты елка. Что? Так у нее грудь-то побольше, чем твоя. Да елки-палки. Катина. Что такое-то, а? Ну, здравствуйте вам. Четвертый раз за день. И до свидания. Мам, мам, ну хоть присядь. Поешь, устал же, наверное. С удовольствием. Ага. С удовольствием поем в аэропорту. Кстати, самокат свободен? Да. Вот на нем и поеду. Подождите! Никуда вы не поедете. Ну-ка, сядьте. Что ты делаешь, а? Ну-ка, сядьте. Что ты делаешь? Что ты... Хочешь, смотри, что делать с твоей матерью, а? Что ты делаешь? Ну-ка, рассказывай, как снять проклятие с твоего этого желания? Отпустишь в Казахстан, скажу. А что ж тебе все время в Казахстан-то надо, а? Это у тебя, гад, надо спросить, зачем мне все время надо в Казахстан? Хотя я в Оренбурге живу. Дурдом какой-то, а? О! Придумал! Мамуля! Что ж я сразу не догадался-то? Давай-давай, ничего не получится. Мои чары сильнее. Пить-то мне нельзя, а кушать-то мне... А, никто не запрещал-то! Дедушка Мороз, сделай так, чтобы он есть бросил. Дедушка... Подействовала? Ага, сейчас! Ну-ка, доча, развяжи меня! Ну-ка, развяжи! Ну-ка, развяжи! Я сейчас ему лицо откушу! Давай! Ну, понеслась! Я в Казахстан! Мама! Мамочка! Не оставляйте меня с ним! Ну что ты, дорогая? Я же люблю тебя, Зинаида! Что? Какая Зинаида? Какая Зинаида? Алло, милиция! Мама меня сейчас вдовой сделает! Какая Зинаида? А? Какая... Здравствуйте, соседи! Что у вас происходит? Здравствуйте, Эльгуль Сапаровна! Здравствуйте! С Новым годом у вас! Пойду что-нибудь потяжелее возьму! Алло, строители 52-да! А где мама? Что у вас происходит, не пойму! А ты что, не в курсе? Да я весь Новый год проспал, представляете! И в 12 желаний не загадывал? Нет! Родненький ты наш! Как же ты... Как же ты нам нужен-то, а? Да! Давай! Держи! Тост! И чтобы у всех все хорошо! Давайте, чтобы в Новый год у всех все было хорошо! Ну вот, дорогая! Все готово! Ну и куда ты столько набрала? Ну, гости придут! Ну, не выкидывать же! Фух! Успела! Мама! Ой, так прям устала! Как хорошо, что вы приехали, мамуля! Спасибо! Вот видите, все в наших странах может быть хорошо! Было бы желание! Добрый вечер всем тем, кто сошел с корабля и очутился на сочинском побережье! Сочи, в отличие от многих других беспортовых городов, очень даже портовый город! Именно поэтому здесь можно встретить самых настоящих пиратов! Причем не только морских! Здравствуйте! А у вас какие фильмы есть? У нас все фильмы есть! Да? А что вы нам с другом порекомендуете? Голубая лагуна! Да не, мы не такие! Ну тогда Чапаев! Нет, Чапаев старый! А еще что-нибудь есть? Ну, уха интересует! Что? Ну, уха! Да нет, не надо мне про ухо! Вот фильм! Фильм «Бригада»! Про что он? Это строительная работа у Панина на даче! Да нет, это неинтересно! А вот исторический фильм, я название не помню! Ну, ну про что он? Ну там, в общем, рабы восстали! Штирлиц! Да нет, там у них предводитель еще был! Афоня! Нет, Спартак его звали! О! Ну, как фильм называется? Ну, я не помню, там еще гладиаторы такие полуголые! Голубая лагуна! Ну, уха интересует! Да что вы с этим ухом привязались-то, а? Ладно, есть фильмы ужасов! Какие? «Ночь мертвых мертвецов» Гланды Люцифера Нет Лучшие подкаты «Анопка» на DVD Не, ну это старые, это все видели! Ну, возьми отечественные! Какие? Упыриский Слободска Не, не хочу! Тогда «Вий» «Вий» старый тоже видел? Ну, возьми «Вай» А что такое «Вай»? Грузинский «Вий» Нет, не хочу! А у вас, а у вас есть «Матрица»? Сейчас посмотрю Матрица, Матрица? Нету А, жаль! А «Крестный отец»? Продаль, сынок! Жалко! Ну, хотя бы мультфильм какой-нибудь! А какой вас интересует? Ну, ну, провини пуха! А, ну, ухо, интересует! Да нет, я про животных фильмы люблю! «Белый Бим», «Чёрный»? А, ну, ухо! Точно, ухо! На, возьми! Простите, а где здесь «Бим»? Здесь и «Бим», и «Бом», и «Шипотляк» в чулочках, бери, давай! Конечно, все помнят прекрасные школьные годы и уроки пения, которые невозможно забыть! Так, скороходов, иди к доске! Давай, пой! Когда уйдём со школьного двора По звуке нестареющего вальца Что ты ржёшь там? По звуке нестареющего вальца Себе покажи По звуке нестареющего вальца Я не могу петь, они мне мешают Послушайте, дети, каждый из вас может быть на его месте Да Давай, продолжай Можно я другую песню буду петь? Хорошо, давай другую Ты, я знаю, только ты на свете есть Что ты там? И каждую минуту Петра Да, что это там? Да я не могу петь, они мне мешают Послушайте, дети, это не смешно Да, у Андрюши нету слуха Да, он не умеет петь Но он добрый, отзывчивый мальчик Готовый прийти на помощь любому из вас в любую минуту Именно поэтому ему ставлю пять А нет, три Он что, не мешает? Ну и раз уж сегодня в приветствии мы говорим об искусстве То в конце Андрей бы хотел вам прочитать стихотворение, которое сочинил сам Любился я в эту игру Всего три буквы в ней, за то, как их Там буква К, есть В Мне Н в конце Ярмольник четырёжёстый Да я не могу, Александр Русевич, я не мешаю Наверняка многим знакома такая ситуация Пятница, вечер, друзья собрались за столом, чтобы посидеть чисто в мужской компании Но ближе к утру обязательно начинаются такие разговоры Давай, попробуй Наташке позвонить Только тихо, алё, Наташка, приезжай в гости Да чё поздно, четыре утра всего лишь Всё, облом Короче, звони нашей Светке, это стопроцентный вариант А смысл? Светку нашу помнишь? Да У неё по логике обязательно симпатичная подруга Точно Алё, Свет, приезжай в гости и подругу возьми Ждём, давай Приедешься наконец-то Здорово Знакомьтесь, это Оля Хана логики Света, чё это за плантон, а? Так, ладно Вот это двое твои, вот это двое мои Потом как Путин и Медведев В смысле? Ну поменяйся Слышь, жирный Кто, я? Нет, блин, я Иди сюда Я сразу предупреждаю, родители знают, куда я пошёл Иди не бойся Желание сексуальное есть? Нет А если найду? Да ладно, Руслан Ну чё вы, девчонок, не угощаете? Чё есть пожрать у вас тут, а? Вообще-то женщинам нельзя есть после шести Вообще-то нельзя есть после бомжей Остальное всё можно Тост Давай, Светуль Пусть плачут те, кому мы не достались И сдохнет тот, кто нас не захотел Вот ты, красивый, пойдём со мной, ну Вообще-то вы не в моём вкусе, женщина Ой, а я знаю, очень хорошее средство Пей Давай ещё пей Запей После первой не запиваю, давай Покури Ну как я тебе? Пошли Оль, а? Ты как закончишь кости не выбрасывай Ага Я рексу отнесу Ну как всегда, Светуль, я помню Свет, ты кого привела вообще? Чё не та? Ничего, мы думали, у тебя симпатичная подруга Мы посидим, расслабимся, она нам стриптиз танцует Я чем хуже? Домашняя сексуальная заготовка Смотрим и наслаждаемся Под небом голубым Есть город золотой Спрашивай Чё? Я прекрати Шухер, она идёт Короче, Света Слушай меня внимательно Мы, короче, пришли, чай попили и сразу ушли Это зачем? Это чтоб мы потом, Светочка, с тобой одинаковые показания давали Да пошутила, я на тебя, вы поверили, что ли? Так, ты, пляшевенький, а ну пойдём со мной Я не могу А чё? Я это, я гей Чего? Сейчас докажу Спасибо, друг Выручил Я вас умоляю Когда меня это останавливало, да? Иди сюда Света, голый балл, это ж лоза А чё вы, девчонок, на танец не приносите, не приносите, ну? Рыжий, а ну сделай погромче давай Не делай Я хочу, чтоб соседи слышали, как меня будут душить Ну чё ты глупости-то говоришь А ну возьми, женщина, за талию Говори, дам ей комплимент А вам есть восемнадцать? Я тебя умоляю Мне уже два раза по восемнадцать Свет, чё они такие дохлые? Стеснительные Может свет выключим, а? Да Давай Класс! И эти убежали Я не знаю, Свет, я вот думаю, может мне тебя в следующий раз не брать с собой, а? Молодой человек Пригласите танцевать Оля! А? Вообще-то я с ним целый сезон танцую, поняла? Свет, ты чё? Чё ты думаешь, мы из-за мужика будем ругаться, что ли? Ну мы ж тобой подруги Как ты вообще про меня такое могла подумать? Оля! А? А? Ладно, Свет Давай сделаем так Ты в этом году это выбери А я того попробую взять Окей Что такое Олимпийская деревня? Это место, где люди в спортивных костюмах разговаривают на разных языках Отсюда вывод Город Пятигорск Это классическая Олимпийская деревня Итак Обычная Пятигорская семья Перед Новым Годом Да-да, Галя Чё хотели с нами Новый Год встретить? Ой, блин, а нас дома нет Мы это В Египте Ой, Галя, дорого разговаривать, давай Фух, вроде всё взял Я вроде как от телеусовых отмазалась Ага Чё, горошек взял? А то я же салат нарезала Ой, горошек забыл, прикинь Как горошек забыл? А как же? Всё, сыночек Разрежай ёлку Ложись спать Встретили Новый Год Люк, ну чё ты завелась? Ну вылетела из башки О, чё у тебя туда всё время чё-то вылетает? Прям не башка, а шереметьево Иди давай за горошком, я тебе сказала Так магазины за... Ма, помоги Дедушке Морозу письмо написать Ты чё, ещё не написал? Да чё ты с башки вылетела О, шереметьево 2 Пиши Прям так и писать Дедушка Мороз, подари мне айфон Ну пиши, раз у тебя совести нет Ну мне Дедушка Мороз обещал Дедушка Мороз тут сначала обещает Потом трезвеет Айфон, айфон Вообще айфон дарят детям, которые учатся на пятёрке А ну неси дневник Вот, смотри, все пятёрки Вот пятёрка, вот в конце тоже все пятёрки Я сколько раз тебе говорила Что дети, которые хвастаются Дедушка Мороз им подарки, что? Не приносит Иди за глаз моих, всё Вот горошек, Люк А чё в руках? Люк, тебе нужен горошек или нет? А давай, чё ты глянь Люк Чего? Люк Чё ты хочешь? Ну Люк Чё ты глянь Ну Люк Да чё ты Ну Люк Ну пойди там в морозилке возьми Только 50 грамм Соседка выручай, горошка нет А то, представляешь, оливье на балкон поставила Видимо, вороны весь горошек поклевали Вот чё теперь делать, а? Ой, прям горошка нет, конец света Нет горошка Вороны, говоришь? Валера, птенчик, а ну иди сюда Ты чё, ошалел? Ну Люк Люк Чё она там хоть понаготовила? Ой, да чё она там наготовить может? Оливье, холодец Холодец Интересно, вкусный Так себе Чё ещё? Ну бутерброды с икрой О, а ты икру купил? Так ты ж не говорила Ну иди купи Так магазины закрыты Ну горошек же ты купил Мамулечка, тебе чем-нибудь помочь? Да, купи айфон себе Мамуля С наступающей Молодые дочеки Давай, маму Баранинка у меня вкусная А знаешь почему? Потому что это свинина Три года жрал, за ушами трещала Тоже мне гурман, прости господи Люба, встречай добытчика Икорочка красная Икорочка чёрная Балычок Коньячок Ты где это всё нарыл? Люба, не поверишь Соседи сверху Прям не балкона Гипермаркет Ну, Люба А Чё, может старый год проводим? А давай А давай Валера А, чё? Валера Ага Ну чё, ты ничего не замечаешь? Господи, Люба Это же то самое платье Которое тебе было велико А ну давай сюда Ты что? Господи, 11 часов в матери ещё нет, а? Кстати, а чё мы всё время твою маму зовём, а мою нет? Ой, радости сколько мне с твоей мамой Новый год встретить Придёт, сядет в уголок, скукожится, молчит и вяжет Прям не свекровь, а человек-паук А твоя мама прям Бэтмен Ты смотри, при ней так не пошути А то дед пошутил, она ему такой подзатыльник дала Он челюстью воробья сбил С наступающим! Мамочка! А где мой внучок, моя кровиночка? Бабушка! Ты у нас учился хорошо И поэтому под Новый год мы решили подарить тебе айфон От меня и от дедушки Ой, мам, чё ты всех перечислять будешь? Сынок, от всех от нас Ой, аккуратный! Валера, быстро! Открывайся! А мы думаем, чё эти рестораны лучше с семьёй? Да правильно! Давай, давай, давай! Мораненькую любимую твою, давай! Валера, говори тост! Ну, за лося! Так как он... За лося! Я скажу! Тихо! Ой, уходящий год, год семьи Наступает год Олимпиады Вы знаете, в Олимпиаде, как и в семье Бывают слёзы, разочарования, победы, радости Но самое главное, что она есть И самое главное, что она наша С Новым годом! С Новым годом! Добрый вечер! В эфире финальный тур передачи Умники и умницы Представляю вам наших финалистов Это умник Михаил Гаустян И просто умница Павел Стишенко Здравствуйте! Здравствуйте! Бонжур! Итак, начинаем наш конкурс Милютис нон квасум Сумкоген экзерсистам По этим строкам нетрудно догадаться Что сегодняшняя тема Мольер Мещанин в отворянстве Третий абзац Восемьдесят девятая страница Седьмая глава Да, наши финалисты основательно подготовились Но пока первый тур Готовы? Естественно Офкос Итак, что такое мелкая ссора? Драка Губина и Децела Что сказал Буратино Мальвини? Смотри, не обломай пьеро Верно Как называется продолжение книги Пелевина Чапаев и пустота? Анка и вакуумный величитель груди Верно Кто изображен на картине Купание красного коня? Зюганов Верно А что такое проблема орала? Если бы она не орала Проблемы бы не было Правильно Вопрос из области шоу-бизнеса Почему Леонид Агутин и Анжелика Варум Поют дуэтом? Леонид Агутин Л.А. Анжелика Варум А.В. Вместе лав С английского любовь Верно Именно поэтому Филипп Киркоров Не дружит с Юдашкиным Факью получается Правильный ответ Почему стюардессы всегда вежливы? А куда они денутся? Верно А почему форма ГИБДДшников ночью светится? Злачные места должны быть освещены Правильно А что такое ручной тормоз? Эстонская кошка Верно Почему на концерты Алсу и Земфиры продаются все билеты? Русские отдают последнюю дань татаро-монгольскому Иго Правильный ответ А что сказали татары, когда напали на рус? Русские сдавайтесь, нас орда! И что им ответили русские? А насрать! Верно! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а мы продолжаем Почему россияне продолжают не платить налоги? Потому что тринадцать – несчастливое число. Правильно. Ну и последний вопрос. Зачем женщине мозг? Хороший вопрос. Запомните, потом вместе посмеемся. Я думаю, что это орден шелкового умника. Но это же пищевая фольга. Я думаю, что это еще один орден. На этом, дорогие друзья, наша передача заканчивается. До скорой встречи. Оривуар, как любил выражаться старик Мальеер. Третий абзац. Шестьдесят девятая страница. Здравствуйте. Мой золотой посетитель. Да. Мы рады приветствовать вас в грузинском ресторане японской. Кухни Япона, мамой клянусь. А это точно японский ресторан? Да, да. Это японский ресторан, только грузинский. А это кто? Разрешите представить грузинский ансамбль Эквалайзер? Скажите, а у вас меню есть? А ты по-грузински умеешь считать? Нет. Я тогда тебе так расскажу. Вот смотри. Пхали, мчады, таптахами, чехватаурия, самптапабури. А есть просто овощи? Что? Да. Ты на Кавказе какие просто овощи? У нас огурцы, помидоры. Замечательно. Можно их просто сметанкой полить и подать? Что? Я только что же тебе предлагал, чахнатари. Что у вас тут жарко? Гога! О! Что случилось, Гога? Ребята, не поверите. Все в порядке. Гога, морозилку открой. Жарко очень в помещении. Возьми хачапаев по-аджарски. Что это такое? Хачапури. А почему хачапаев? Повар одной рукой готовил. Это дурацкий. У вас ресторан обслуживания городского. Сколоку, я, дожили. Рад, я, дожили. Ответ, я, дожили. Рад, я, дожили. Рад, я, дожили. Рад, я, дожили. Рад, я, дожили. Мат, я, дожили. Что происходит? Ничего, просто пораньше домой отпросился. Алло. Алло, Сереж. Я в грузинском ресторане. Я в грузинском ресторане. тебя за друзья на маршрутке ездишь до переходи дорогу до спускайся в переход ага ало 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 вышел из перехода все эти прямо увидишь дерево с бананом вот это наш ресторан давай заказывай уже есть у вас фирменное блюдо здесь у нас супер блюдо шеф-повара а как называется она называется там там фантасты фитиши беда хаба да да не обутицепта пока шапка дидибезе дадах ебиди шведома об оттатисте помаха папа самобиа тапак чепсабти хиппи типпеса поматизе от хаба пташа пома пташа шимия тапка дема пташи птика мама папа папа среди тибиак канавия А мы из Казахстана, а мы из Казахстана. А мы из Казахстана, а мы из Казахстана. Мы Азия-Микс, А-Азия, А-А-Азия, А-А-Азия-Микс, мы Азия-Микс. Команда из многонационального и суеверного Кыргызстана. Суверенного. А, да, точно, суверенного. Т-т-т-т, чтоб не сглазили. Ситорочка, а вы почему сразу с нами не вышли танцевать? Я просто такие танцы не танцую. А какие вы танцуете? Стоять, стоять, стоять. Вы что, у трансформаторной будки учились, что ли? Кстати, Ситорочка давно хотела у вас спросить. Скажите, а какие мужчины вам нравятся? Стройные, спортивные и которые дома сидят. Российские легкоатлеты, что ли? Ты замолчи там, понял вообще? Эй, не ссорьтесь, тут в рот мне песня пришла. Какие песни, Абдулниазов? Из-за ваших песен вас скоро выгонят из Таджикистана. Серьезно? Да. Ну, чтоб наверняка. Песня Константина Эрнста. Если бы не я, не я, не я, Не было б тебя, тебя. Стоять. Лучше бы ты вообще рот не открывал. Ой, я так пробовал петь, вообще ничего не понятно. Друзья, вам не кажется, что после такого начала некоторые из наших болельщиков разочаруются? Не разочаруются! Александр Васильевич! Ассаламу алейкум. Я в последний раз так близко Маслякова видел, когда на меня в детстве телевизор упал, представляете? Ты кто такой? Че, опять забыли что ли? Я Ким Джан, я возглавляю ваш фан-клуб. Кстати, мы всем фан-клубам скинулись по 100 рублей и решили сделать вам подарок. Поэтому вот, держите 100 рублей. Пошел вон отсюда, понятно? Опа! Че, такой пародист, что ли? Да, такой пародист. Ну тогда целуй давай сюда. В смысле? Целуй, я тебе говорю. Вот ты кто, а не пародист, понял? Друзья, я вам напоминаю, что это КВН. Здесь люди шутят, какие-то миниатюры показывают. У нас есть что-нибудь подобное? Конечно, есть. Азиатская версия фильма «Украшение строптивого». Ну все, фарш готов, лепите манты. Че, дурак, что ли? Иди отсюда. Ты че, с ума сошли? Что это такое? Кто это придумал вообще? То манты ел, то ты придумал. Ты че себе позволяешь? Ты разве не слышал, что в Москве кальяны запретили? А кто тебе сказал, что кальян в Москве? Ой, из Бишкека звонят. Алло. Да, угли там поменяйте. Ты че, вышел? Адвокат хороший был, вот и вышел. Ты эту шутку уже на прошлой игре говорил, между прочим. Братан, какие шутки? Реально хороший адвокат. Второй раз за месяц выручает уже. И что за странный головной убор на тебе вообще? Я, между прочим, в этом головном уборе деньги храню. Деньги? В Панаме? А че здесь такого? Я слышал, сейчас многие так делают. Вы че, вообще за новостями не следите, что ли? Здесь, в Москве, недавно прошла самая дорогая свадьба в СНГ, на которой выступали Стинг, Энрики Иглесиас, Элтан Джон, Дима Билан. Интересно, что в этом списке делает Дима Билан? Откуда я знаю? Может, он в чьем-то райдере будет. Все-таки не зря, да, люди говорят? В семье не без урода. Вот тут с тобой не поспоришь. Сеструха у нас прям конкретный птеродактиль, да? Ну как тебе не стыдно, а? Ну такие вещи, смотри, какие уважаемые люди в жюри сидят сегодня. Ну я всех знаю, вот Гусман, Галстян, Нагиев, Эрвист, Тельщ. Слепаков. Слепаков, да. Кстати, пользуясь случаем, Константин Львович, зацените идею нового шоу. Звезды плавают в бассейне вместе с пурпурными жирафами. Тут, короче, сверху байдарка падает, и победитель на ней уплывает в сторону заката. Это что за неадекват? Ты же понимаешь, что такой бред никогда не покажут по Первому каналу? Ой, видел я эфир Первого канала. Там и не такое люди показывали. Лекарственные травы из Узвестана в студию. От чего это? От нервы. Когда вы пьете, вы смеете сами. Не хотите смеяться? Сами будете смеяться. Я просто станцую. Сегодня мы вас познакомим с универсальной конструкцией мухобойки, мухострела. Дорогие друзья! Вы знаете, перед этой игрой подходит ко мне мама и говорит, Эль Дияр, настройтесь, в полуфинале вас ждут серьезные соперники. Я говорю, мама, туда еще пройти нужно. Она мне говорит, да пройдут, куда они денутся. Чего вы там, одни будете играть, что ли? С вами была команда КВН Азия Микс, Кыргызстан. Замечательно, великолепно. А у вас есть на пляже что-нибудь для детей? Есть! Есть мультфильм о том, как Лев Бонифаций во время каникул торговал наркотиками. КОНЕЦ 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 Так прошел еще один день. За ним другой, третий. С рассвета до вечера Бонифаций давал детям. А дети хлопали в ладоши и кричали, Еще! Еще! А Бонифаций думал. Какая-то это замечательная вещь. Каникулы. Конечно, каждый школьник всегда очень нервничает, когда его родители возвращаются с родительского собрания. А я пропылесосил. Что делаешь? Я истор... Сейчас отец придет, он тебе устроит. Гребаный зовут! Откуда столько придурков на один квадратный метр? Всем бы руки поотревал! Мы отчего на собрании сказали? Мама! Мама! Курит он. Кури давай! Кури, я тебе говорю! На! Поджигай! Не хочешь? Значит, и месяц у меня будешь без интернета, без мобильного телефона, еще без телевизора. Я тебе все устрою! Кто там? Ребята! К вам, о чудо! Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев! Дмитрий Анатольевич, а что это вы здесь делаете? Это что вы здесь делаете? Это вообще-то президентский номер. Ну а у вас тут как бы домашнее задание музыкальное. Прекрасно. Может быть, что-нибудь споете, сыграете, например, вживую. Не, было бы здорово, но мы ж не готовились. Где ж мы сейчас музыкальные инструменты возьмем? Это действительно проблема. Ахалай! Махалай! Ну, чудо! Вперед! Так, вот так у нас всегда. Пока сам не покажешь, ничего с места не сдвинется. Дмитрий Анатольевич, а может быть, что-нибудь из Deep Purple? Подошел к концу Этот сложный год Снова от меня Чудо ждет народ Да, я все могу Пыл мой неугас Только отчего Плачет старый бас Может от того Что тянуть страну На своих плечах Трудно одному Ахалай! КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что ж, друзья, о чудо, вот и подошли к концу все наши выступления. Для вас 12 лет в КВН, 4 года в высшей лиге работали. Друзья, часто мужчине для того, чтобы понять женщину, необходима ума палата, предбанник терпения и коридор выдержки. Итак, обычная пара собирается в гости. Лена, где ты лазишь? Это что, новая обувь? Да. А что, мне босиком идти? Босиком? Босиком, Лена? Это тогда что такое? Обувь. Обувь. Моя обувь. А, это только твоя обувь? Я что, женат на сороконожке? Моя летняя обувь. Бляха от сандалика. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь что? Сандалики. Хорошо, здесь. Тоже. Я чисто попробую, можно? Миракл! Ты что делаешь? Включаю тебе разум, Лена. Но это же... Правильно. Это правильно, женщины. Здесь что? Ой, это старые, их можно выкинуть. АПЛОДИСМЕНТЫ Я понял. Коробка пустая, и ты об этом знала, да? Может быть, ты выиграл бой, но ты не выиграл войну. А у нас тут боевые действия разворачиваются, да? Хо-хо-хо-хо-хо. А это, я так понимаю, фельдмаршал? Лена, ну зачем такая большая коробка? И ты мне будешь говорить о больших коробках? Здесь твои сапоги. Да? Ну смотри, как они рационально. Рационально укомплектованы. Здесь вообще все. Ра! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СИО! Наль! НО! НО и здесь ты влезла со своей туфлей! Нашлась вторая. А я думаю, украли, честное слово. Лена, это свадебные туфли. Зачем ты их хранишь? Ты их один раз одела. Ну это же память. А где твои свадебные туфли? Вот! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот мои свадебные туфли. Десять лет с носу нет. Вот это память, Лена. А почему ты пришел с работы и их не снимаешь? А вечером футбольца с мужиками я в чем шпилить буду? АПЛОДИСМЕНТЫ Туфли работают. Они гниют в картонных гробах. Хватит на меня орать. Это все мое. И это все мне надо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Женщина. Это что такое? Это обувь, которую я уже вряд ли надену. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, а ну-ка все на поле, быстро. Быстро на поле, я сказал. Лена, я даже помню каждую фразу, после которой была куплена каждая эта пара. Игорь, это тебе не Китай какой-нибудь, это чистая Италия. ПУРИИ Ну и что, что это Китай? Зато как они смотрятся на ноге. ПУРИИ Я в магазин за гречкой! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как? ПУРИИ Мои любимые. Игорь, пусть это и не мой размер. АПЛОДИСМЕНТЫ Но за такую цену их грех не взять. АПЛОДИСМЕНТЫ Таких больше не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ представляешь я нашла свой размер лена я этих братьев березутских с команды вышвырну понятно и вообще все это я вышвырну вместе со шкафом все эти лодочки дудать ленка до сих пор и хранишь ну да это ж те туфли в которых которых я была на первом свидании я как сейчас помню ты была в этих я был в этих свадебных ну тогда они еще были выпускными вот видишь игорь это все память это наше первое свидание это наш первый новый год это наша свадьба а это лена моя жизнь ну хоть теперь я понял сколько пор обуви женщине для счастья надо сколько на одну больше чем у нее есть на две на две ну и